Всем привет! Ребята, всем привет! Привет! А мы собрались на море, на Сильвер Бич. Это находится за Шенчженем. Сегодня 1 октября и мы уже собрались. Сегодня праздник в Китае, 1 октября, день образования КНР. И у нас выходные с 1 по 7, 8 числа в школу. Поэтому мы собрались и на 6 дней поехали на море. Да, чтобы дома не сидеть в эти праздники. Эту поездку мы планировали заранее. Как показала практика в Китае, нужно планировать все заранее. Мы эту поездку запланировали, наверное, за месяц. Да, забронировали номер себе. Купили билеты до Шенчженя. Потому что очень большой трафик в эти дни, в этот праздник в Китае. Поэтому мы заранее спланировали. И вот на дворе уже вроде бы октябрь, а мы уже думаем о зимних каникулах. Начинаем уже подсматривать себе билеты. Начинаем вообще выбирать страну, куда мы поедем. Но об этом чуть позже, это будет сюрприз. Ну все, готовы? Да! Погнали! Поехали! Поехали! Капец народу, блин, у меня, блин, паника начинается, блин, что я, блин, потеряюсь или меня задают, блин, и как-то кислорода меньше стало. Тебя заданят, да. Ну, что я хочу сказать? Праздники, праздники, это Китай. Все куда-то пытаются вырваться, хотят поехать. И мы тоже не сидим, потому что у нас тоже выходные праздники. Мы приехали на вокзал, на южный вокзал, и здесь народу просто посмотрите, сколько. Вау. Вот это стоят с этой стороны, и вот с этой стороны. Это очереди на покупку электронных билетов. У них вообще есть шансы уехать, нет? Не знаю, но я думаю, что простоять в очереди полтора часа тоже как бы не айс. Пятняги, да? Ну, я так понимаю, они покупают на любой день ближайший. Они, мне кажется, на вечер планируют поездить. Может быть. Потому что здесь можно до вечера спокойно простоять. Еле прорвались. Вечерники, в общем, пытаются прорваться через вахту, а она не пускает. А мы стоим, естественно, сзади их. Еле прорвались. У нас 18 минут до поезда, нужно успеть. Все, слава богу, мы успели. Не, пойдем, пойдем. У нас еще есть время, чтобы добраться до своего поезда. Дети что-то нервничают, да? Сам начальник. Что, мы успели, да? И еще, кстати, ребята, мы не одни едем. С нами едет семья Васильевых. Вот. Майя Макс и Лена. Сейчас пойдем их навестим. Это, кстати, вагон-ресторан. Вот такой вот нарядный. Фу, слава богу, успели, блин. Надо еще выходить раньше. Это еще с учетом того, что у нас были билеты распечатаны. Билеты распечатали туда-обратно. Здорово, здорово. Ну что, понервничали маленько? А вы-то что? Здорово. Чтобы подняться на второй этаж, посадки. Что, где Катя там это? Катя вещи охраняет. Отпишивается. Да. Привет. Ура, девчата, мы поехали. У меня все-таки проскочила мысль, что все-таки мы, наверное, не успели. Я начал сразу же искать запасные выходы. А как можно добраться до Шинжени? Из нашего гардена идет прямой автобус, но даже когда не в пиковое время, он идет 3 часа. А сегодня, наверное, добираться было почти в 8. Все, слава богу, слава богу, мы едем, все. Официально считаем, отдых начался. Так где, где Маргарита? Где Маргарита? Где фонарики, шарики? Где шампусик? Что у нас имеется покушать? У нас целый рюкзак имеется. Катя с собой припослай провизии. Сосисочки, брокколи. Сосиски, яйца, брокколи, что желаете? Что, подрабатываешь здесь? И я тоже. Да, да, подрабатываю. Будешь что-нибудь вкусить? Ну что, поели они? Да. Нам нужно яйцо, нам можно брокколи попушить. Слышишь, я ей что-то есть-то не хочу пока. Скушай брокколи. Олька выглядывает. Не успели мы его перекусить и уже приехали. 30 минут буквально ехать. Ой, вкусно, мальчик. Кто встречающий? Как добраться до Сильвер-Бича? Мы сейчас, в общем, находимся в Шэньчжэне. Станция Жузелин. Выход С. Здесь есть автостанция. Там происходит посадка на автобусы. Ехать примерно около часа, может быть, полтора. Ника, мы приехали. Девушка, вы на меня сели. Хочу, хотя Любе, поесть вкусняшек. Я как раз проголодалась. Улыбаемся и машем. Улыбаемся и машем. Нас, в общем, встретила тетя Люба. Люда, почему-то хочет сказать. Ленина подруга. Вы что там работали или что делали? Нет, мы в церкви познакомились. В общем, она нас встретила. Размесила нас. Как только мы сразу же заходим с коридора, сразу же открывается вот этот вид. Посмотрите, это просто вообще бомба. Бескрайнее море, понимаете? Смотрите, какой вид он. На улице, кстати, не жарко. Прям такой... Просто в 25-28. Нету прямых солнечных лучей, но тепло достаточно. Здесь у нас имеются дети на красивом диване. Вообще, квартира так под классику сделана. Стол. Пожалуйста, вот. Тумба. И Люба, она такая вот хозяюшка. Она вот там чебуречки. Я вам давайте пожарю. А, пожарю вот так я. Не, ну она, смотри, она пожарила. И тебе показалось, что дальше делать. Вообще, молодец. Да. Хозяюшка такая. Ты тоже хозяюшка, молодец. Спасибо. Так. Прогиблищика. Дальше идем. Дальше идем обзорить квартиру. Здесь у нас ванна. Душ. Ну, ванна, конечно, я сказал, преувеличиваю. Здесь душ. Раковина. Все необходимое есть. Унитаз, полотенце, душевая кабина. Ух, какое-то эхо. Дальше. Идем. Здесь комната Лены. Она будет тут с детьми. Матрас постелим. И они разместятся здесь втроем. Кондиционер есть. Дальше идем. А здесь наша комната, она чуть больше. Здесь имеется матрас. И нам нужно разместиться в этой комнате вчетвером. Ну, в принципе, кровать большая. Но можем, в принципе, матрас постелить. И виды, виды, посмотрите. Пах. Просто вообще. Море, море. Интересно, в этом году море как? Чистое, нечистое? Посмотрим. Сегодня планируем посетить море. Ты чебуреки не будете, что ли? Будем. А что вы, на хлопе пересели? Вон, смотри, наяривает. Вкусные чебуреки? Вкусные. Макс, тебе вкусно? Да. Пахнет так вообще клево. Слушайте, спасибо, наелись. Даже не надо было никуда идти. Перекусили то, что у нас было с собой. Дети поели. Ну что, идем на пляж? На пляж. Я живаюсь. Здесь, смотрите, лифты. А здесь, посмотрите, просто ниша такая. И дома, по сути, по кругу вот этой ниши построены. И такая же история. С той стороны. Слушайте, все уходят, такое ощущение, а мы только идем. Слушайте, знаете, какая новая тема, да, смотри? Это же аренда. Это квадратная. Фига. Новая, какая-то фишка. Подошел, сканировал, так понимаю, и все, и поехал. Памперс, собачка, прикольная, да? Памперс. У нее памперс, нету памперсов. Вот. Прикольно. Ой, как она счастлива, чтобы вы обратили на меня внимание. Слез. Какое пить. Ой, ей холодно. Теплее, чем на Байкале, окей? Что такое? Что такое? Ты посмотри, наверное, как поросенок лечит. Холодно? Я не знаю. Холодно или что? А? Первое погружение. Тихо, у меня камера. Я тоже. Как вам вода? Вода теплая, хорошая. Чистота воды как? Мутная, желтая. Желтоватая, да? Да. Вот такая. Вот такая. Вот ноги не видно. Вот так вот. Мы еще, кстати, думали с собой взять маски для ныряния. А потом подумали, а зачем? Да. Когда, собственно, подводного мира будет не видно. Да. Ну, покутаться. Побалдеть в самый раз. А вообще соленая вода очень полезна. О, пустота штучка плавает. Далеко, далеко не заплывать. Ой, что тебе нравится? Ну, короче, покажи. Ну, короче, купили в декатлоне вот такую штуку. Наспина цепляется. Здесь такая вот плюшка надувается. И, в общем, две камеры. Раз-два. Она, в общем, поддерживает. Ты уже отпуск присматриваешь? Я уже все присмотрела, купила и забронировала. На дворе октябрь, а ты уже на февраль уже планируешь. Зато я купила билеты за 3,5 тысячи юаней за всех. Ты что, купила? Да. Все? Едешь, что ли? Ты куда? В Филиппины? Да. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok